Приветствую вас, дорогие друзья. Сейчас я постараюсь поотвечать на ваши вопросы, но вы уж оцените, что из этого получалось. Как вы относитесь к тому, что в последнее время хип-хоп-музыканты становятся все более оппозиционными и активно критикуют власть? Например, рэпер Фейс с нашумевшим альбомом «Пути неисповедимы» и недавним треком «Юморист». В году моей молодости власть критиковали барды. Затем им на смену пришли рокеры. Сейчас пришел черед рэпа и хип-хопа. Если зажимать политическую жизнь, то политика все равно проявится, в том числе в музыке. Это и неизбежно, и хорошо. Причем даже таким олдстайл слушателям, как я. Потому что нам становится интересно. Так что пусть рэперы поют про политику. А если будут возникать проблемы, то мы им будем помогать всем миром. Скажите, пожалуйста, если бы вы не потеряли ЮКОС, если бы не было тюремного заключения, вы бы продолжали жить в России, не имея при этом каких-либо проблем с властью, стали бы вы делать что-либо для изменения политической ситуации в стране? И хотели бы вы этих изменений? Да нет проблем, легко отвечу на такой вопрос. Я работал на изменения ситуации, когда у меня еще был ЮКОС и была дружба с властью. Фонд «Открытая Россия» был основан в 2001 году, а сел я в 2003. В то время фонд занимался просветительской, благодворительной и образовательной деятельностью. Но все проекты той «Открытой России» были направлены на демократизацию общества, на помощь независимым СМИ, на создание условий для политической конкуренции. Я сам дважды принимал участие в вооруженном противостоянии, и тогда мы его воспринимали как борьбу за демократию. Уйти из бизнеса я планировал в 45 лет, в 2008 году. Что бы случилось, если бы Путин не начал воевать со мной? Ну, во-первых, я бы успел сделать гораздо больше. Во-вторых, сам Путин был бы совершенно другим человеком. Дело ЮКОСа во многом сформировало ту политическую реальность, в которой мы сегодня живем. В альтернативной реальности я бы тоже помогал молодым оппозиционным политикам, как я это делал, и до посадки. Помогал бы независимо от власти СМИ, как я делал и до посадки. Занимался бы политическим образованием, как я тоже делал, до того, как попал в тюрьму. А вы не пробовали напрямую начать переписку с Великим Пу? Ведь вы говорите абсолютно правильные вещи. Будущее туманное. Главное, по-моему, там началась «Осень патриарха», и это уже не книга. Половину из того, что я говорил, Путин прекрасно знает. Вот думаете, он не подозревает, что его дружки грабят страну? Ну, конечно, он знает. Я ему сам это говорил под камеры в 2003 году, это до сих пор можно в Ютубе увидеть. А часть вещей он не поймет и не поверит в них. Он ведь ментально состоит из бандитских понятий и КГБшного прошлого. И он считает, что весь мир такой же. Ну, скажу я ему, например, что не ракеты надо делать, а образование и медицину развивать, если он хочет сделать страну сильной. И что? Ну, он посчитает меня шпионом. Он остался в прошлом. И уже, видимо, это навсегда. Хуже того, что он всех нас в это прошлое тянет. Что будете делать, когда забанят ваш канал? Чем хорош Ютуб, так это тем, что здесь нельзя забанить канал. Только весь Ютуб целиком. Пойдет ли Путин на это когда-нибудь? Не знаю. Зависит от всех нас, от пользователей Ютуба. Если Путин для себя решит, что мы не будем жестко отстаивать свое право смотреть, что хотим, то может и решиться забанить. Что вы думаете о налоге для самозанятых, который вступил в силу с 1 января 2019 года? Весьма больной вопрос для многих россиян. И как, по-вашему, должен ли существовать какой-то минимальный доход физических лиц, не облагаемый налогом? Я думаю, что всем гражданам России, а не только самозанятым, придется столкнуться с повышением налогов. Причем будут повышаться и налоги, и другие обязательные платежи, и не обязательно те, которые мы платим сами непосредственно. Просто будем видеть, как растут цены. Путин, очевидно, идет по пути дальнейшей концентрации ресурсов в руках у правительства. Налог на самозанятых, повышение пенсионного возраста, повышение НДС. Я считаю, что это неправильно с точки зрения экономики. Ну, посмотрите, у страны, которой год подряд профицитный бюджет. Мы, как страна, тратим меньше, чем собираем с граждан. А можем тратить еще меньше. Ну, конечно, если исключить воровство и безумные никому не нужные проекты. Тогда зачем обирать граждан, если эти деньги все равно лежат мертвым грузом? В той самой Америке, к слову. Стригут, как всегда, с беззащитных. И будут стричь, пока люди не научатся отстаивать свои права. Надеяться на милость Путина тут не приходится. Что же касается необлагаемого налогом минимального дохода, то он, конечно, должен существовать. И не в размере издевательского минимального размера оплаты труда, а в сумме, на которую реально можно жить. Возможно, эта сумма будет различной для различных регионов. Но я уверен, что нельзя облагать подоходным налогом людей с доходами ниже прожиточного минимума. Ведь им все равно потом эти деньги надо додавать. Только здесь есть одна замечательная проблема. Что собирают с этих людей вроде как обезличенное государство, а выдает конкретный чиновник. Городская ли это будет администрация, областная? Или Путин с своего барского плеча пожертвует? То есть, как бы мы у тебя взяли, а потом вернули. Но ты нам должен быть благодарен. Вот это мне очень не нравится. Что вы думаете о свободе интернета в России в 19-е и 20-е годы? Спасибо. Хороший вопрос, хотя и совершенно непростой. В целом, пространство свободы будет сокращаться. А более подробно о причинах, механизмах и как нам с этим бороться, я уже рассказывал в отдельном ролике. Посмотрите вон в канале. Вы признаете референдум, на котором жители Курил проголосуют выйти из состава России, а потом присоединиться к Японии? В соответствии с российским законодательством такой референдум невозможен. Это будет расцениваться как призыв к нарушению территориальной целостности. Как вы видите Россию без Путина? Америке продадите нас с Браудером. Какие у вас с ним отношения? Все говорят, что Ходорковский американский агент. Вот развейте наши сомнения или подтвердите. Все ресурсы начнут принадлежать Сорису. Как вы будете строить взаимоотношения США? Отвечу на этот вопрос, потому что в нем собраны сразу многие мифы и заблуждения. Вы считаете, что единственная причина политической деятельности – это желание оказаться на месте Путина? Не для всех это так. Я, например, много раз говорил и повторю еще. Я не хочу быть следующим Путиным. Более того, я не хочу, чтобы в России моей мечты вообще был Путин. Я имею в виду Путин как президент с таким объемом полномочий. России нужна парламентская республика. Когда судьбу страны будет решать не один человек, а представители разных регионов и слоев общества. Дальше. Вот вы подразумеваете, что Америка хочет нас купить. Ну или захватить. Это не так. Она не хочет ни покупать, ни завоевывать. И что самое обидное, мы ей практически вообще были неинтересны до тех пор, пока они попытались влезть в их выборы. Китай, Мексика или Канада, значит, для Америки гораздо больше, чем Россия. У Америки более чем достаточно земли. И даже природные ресурсы им дешевле и удобнее покупать так, как они это делают сейчас. В-третьих, вы исходите из того, что конечная цель любых человеческих усилий – это деньги. Снова не так. Деньги важны только в той степени, в которой они помогают жить и работать. Вот лично я сейчас зарабатываю гораздо больше, чем трачу на себя. Раз эдак в 10. Половину своего состояния я поместил в благотворительный фонд, который расходуется на образовательные проекты для россиян. Сейчас я расходую на общественные цели раз в 5 или 10 больше, чем на самого себя и на свою семью. То же самое я могу сказать и про Сороса, которого неплохо знаю лично. А уж если верить в американских агентов, то искать их надо в Кремле. Вы что, специально выбираете удобные для себя вопросы? Если да, то не сочтите за честь, впихните его в ваше следующее видео, где будете отвечать на вопросы. Попытка номер 4. Доброго времени суток. Что вы можете рассказать про Роснефтегаз и кому она на самом деле принадлежит? Благодарю. Роснефтегаз принадлежит государству. Эта компания создана для управления принадлежащими государству пакетами акций «Газпрома» и «Роснефть». Но в реальности Роснефтегаз находится под контролем главы Роснефти Игоря Сечина. Генеральный директор Роснефтегаза – это советник Сечина и бывший министр по налогам Геннадий Букаев. А сам Сечин входит в состав совета директоров Роснефтегаза. То есть формально государство владеет Роснефтегазом, а Роснефтегаз формально владеет Роснефтью. А по факту обе компании находятся под контролем Сечины. Поэтому вместо дивидендов в бюджет мы имеем миллиардные податчики Мадуро. Нескромный вопрос. Кто, по вашему мнению, из справедливых и честных людей, которых вы лично знаете или, возможно, очень хорошо наслышаны, мог бы сегодня возглавить страну? И кроме экономических вопросов, мог бы провести законодательные реформы, чтобы в будущем не повторилась нынешняя ситуация, когда власть попросту захвачена. Я знаю много справедливых и честных и достойных людей. И очень хочу, чтобы никто из них не возглавил страну. России не нужен добрый царь. Любой добрый царь со временем становится злым. Его окружение со временем отсекает его от информации. Со временем делает из него в его голове единственного правого человека. Он больше не слушает никого, кроме себя и того, кто подобрался к нему поближе. Неплохой путь – это переход к парламентской республике и подотчетному парламенту правительству. Здесь хотя бы мы имеем дело с большим количеством людей, зависящих от своих избирателей, которые конкурируют между собой. Здесь хотя бы какая-то гарантия есть. Но вообще единственная реальная гарантия от узурпации власти – это наша готовность, готовность гражданского общества противостоять такой узурпации. Противостоять иногда и силой. Хотелось бы узнать ваше мнение по Лукоилу. Почему ЮКОС забрали у владельцев, а Лукоил, ведь она тоже частная компания, не тронули? Или есть что-то, что мы не знаем про Лукоил? Ну, забрали самую успешную компанию. Забрали у владельцев, которые имели независимую политическую позицию и активно принимали участие в общественной жизни. Это был реально сильный сигнал. И у остальных уже не надо забирать. Они сами поняли, что надо делать и куда что надо нести. Поменялось ли ваше мнение о Собчак с прошлого года? Перед президентскими выборами я спросил у Ксении, может ли она твердо сказать, что и после выборов политическая работа будет для нее основным занятием. Ксения тогда не смогла убедить меня в этом. Да, собственно говоря, она честно сказала, что не знает. Поэтому на последних выборах президента я не стал голосовать за нее. Я испортил или, скажем так, улучшил бюллетень, написав «Путин надоел». Как мы сейчас видим, я был прав. К сожалению, в настоящее время политическая работа не является для Ксении основной. Хотя она мне по-прежнему интересна. Расскажите, пожалуйста, что такое дефолт 1998 года? Кто и что виноват? Можно ли было его избежать? Задаю этот вопрос потому, что видел видео дебатов покойного Бориса Немцова с представительницей «Единой России». И там она обвиняла Бориса Ефимовича в этом дефолте. Но почему-то он на это ничего не ответил. Дефолт 1998 года был вызван сочетанием экономических и политических факторов. В то время очень резко и сильно упала цена на нефть. В отдельный момент она доходила до 8-12 долларов за баррель. Для сравнения, в 2008 году цена нефти переваливала за 140 долларов за баррель. А сейчас она порядка 65 долларов. На это все наложилось нежелание правительства опускать курс рубля. Поэтому в один день платину просто прорвало. И правительство признало невозможность выполнения обязательства обслуживания долга. Рубль девальвировался и возник разрыв между обесценившимися рублевыми доходами и долларовыми обязательствами. Можно ли было избежать потерь совсем? Вряд ли. При такой цене на нефть в стране просто не хватило денег. Ведь цены на нефть и до этого были не такими высокими. Смягчать можно было бы, если бы не держались за курс рубля до последнего. Но в целом девальвация пошла на пользу экономики. А политическими плодами постдефолтного роста воспользовался Путин. Запишите ролик, кто такой Ходорковский. Часть населения, и я в том числе, плохого мнения о вашей прошлой деятельности, хотя понимаю, что пропаганда тоже дает свои результаты. Что плохого говорили о вас политики? Какие факты приводили? Что поэтому можете сказать вы? Ну, как-то странно записывать ролик о самом себе. Лучше давайте так, вы присылайте вопросы, а я буду на них отвечать. Спасибо вам. До новых встреч.